Полгода без горячей воды и риск остаться без отопления. В такой ситуации оказались жители многоквартирного дома в Малаховке. Причиной тому смена собственника котельной, которая обслуживает жилое здание. Как властям городского округа удалось решить эту проблему, выясняли мои коллеги. Котельная в поселке Месс построена почти 70 лет назад. До января этого года территория, на которой она расположена, принадлежала РЖД. После того, как компания продала участок частной организации, встал вопрос о дальнейшей работе объекта теплоснабжения. В результате переговора в администрацию округа с новым собственником котельная перешла под управление Люберецкой теплосети. Конечно, здесь нужно проводить еще дополнительные работы по модернизации, но задача, чтобы пройти отопительный сезон в этом году без срывов, выполнена. Сейчас проводятся такие технические регламентные работы для того, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и наши жители не заметили холодов и дома всегда было комфортно. Тут была выгоревшая автоматика, нам пришлось достаточно много работы провести, ну и некие финансовые вложения только для того, чтобы ее запустить. Единственный дом, который обслуживает эта котельная – двухэтажка номер 20 на Быковском шоссе. На данный момент здесь проживает 37 человек. С 11 октября в их квартиры пришло тепло и горячая вода, которой не было с мая этого года. Затрачивалось очень много на обогрев этой воды. То есть из моей пенсии уходило примерно на тысячу больше в месяц. А сейчас дали горячую воду и можно мыться, мыть посуду. Вот это большая радость и экономия для бюджета. В том, что в квартирах и подъездах этого дома комфортный температурный режим, лично убедился глава Люберец Владимир Волков. Теперь, когда котельная в надежных руках, проблем с отоплением не будет. Луиса Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова